Семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Сегодня, 9 мая, жители Куиргазинского района вместе со всей страной и миром празднуют 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия прошли накануне во всех населенных пунктах района. Основные торжества в честь Дня Победы организованы в районном центре Ермолаева. Программы юбилейного торжества насыщенные. Праздничные мероприятия стартовали с самого утра. Первыми парад открывают учреждения и предприятия района. Все они ровной колонной проходят перед почетными гостями праздника, участниками войны и тружениками тыла. За первой колонной следует бессмертный полк. Десятки куиргазинцев вышли на площадь с портретами своих родственников, павших на полях сражений и ушедших из жизни в послевоенное время. Бессмертный полк опять в краю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили и свежи с войной. Им противных вечности до злота. Молодежные организации, активисты общественных организаций, волонтеры, военно-патриотические клубы, все те, кто активен, участвуют в жизни родного района и являются достойной сменой своих предков, замыкают парад. Театрализованная постановка, проходившая в течение получаса, вкратце представила картины далеких сороковых. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. На фронт из куиргазинского района ушли 10 700 куиргазинцев. Из них почти 4 тысячи не вернулись домой. За героизм и воинскую доблесть свыше 5 тысяч куиргазинцев награждены орденами и медалями. Шесть человек удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Один полный кавалер орденов славы трех степеней. Куиргазинский район оказал огромную помощь фронту. Так, в начале войны было отправлено 22 гусеничных трактора, 50 голов лучших артиллерийских, 30 голов кавалерийских лошадей, 40 автомашин. Главной целью было обеспечение всем необходимым воевавших солдат. Германия полностью разгромлена! Личная слава героям, Павшим бояться свободу и независимость нашей Родины! Тожественную часть мероприятия открыл глава сельского поселения Ромалайский сельский совет Роман Барановский. Все дальше уходит в прошлое незабываемые майские дни 1945 года. Но время никогда не изгладит из памяти поколения самую жестокую войну 20 века, унесшие десятки миллионов жизней и скалечившие судьбы многих миллионов семей. С каждым годом отделяющим нас от той победоносной весны, ценность и значимость победы все больше возрастает. Сегодня мы с признательностью вспоминаем славных сынов и дочерей села Ермолаева. По зову сердца они встали в ряды защитников страны и внесли весомый вклад в победу. Искренне поздравляю вас с 70-й городовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне и благодарю вас за мирный и радный труд. И пусть всегда будет над нами безоблачное мирное небо, светит яркое солнце. С особой торжественностью в честь Великого праздника знаменная группа вносит на площадь копию знамени победы. На сегодня в Куэргазинском районе проживает 16 участников Великой Отечественной войны, 35 – тружеников тыла, 133 – вдовы погибших воинов. Всех собравшись с праздником поздравил глава администрации Куэргазинского района Ахат Кутлу Ахметов. Пусть никогда не нарушится мир, завоеванный нашими детами, ценой своей жизни. Пусть в дружбе и согласии живут на земле народы. И пусть никогда не льются от горя слезы отцов и матерей. И пусть счастливо всегда будут наши дети и внуки. От своей души поздравляю всех вас от имени Совета и администрации 70-й годовщины Великой Победы Советского народа, Великой Отечественной войны. Доброго всем здоровья, счастья, мирного и счастливого неба над головой. Байрам Манакадр Духтар. С праздником, дорогие друзья. Ура! Те, кто принял активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы, были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами администрации. Со словами поздравлений куэргазинцам обратилась председатель Государственного комитета по тарифам Ирина Васимирская. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, разрешите мне от имени главы Республики Башкортостан Русская Мазакевича Хамитова, от имени правительства Республики Башкортостан и от себя лично поздравить вас с великим священным праздником Днем Победы. Спасибо вам большое за подаренное нам мирное небо. Спасибо вам большое за подаренное нам жизни. Ваш бесценный подвиг навсегда останется в истории, навсегда останется в наших сердцах. Никто не забыт и ничто не забыто. Крепкого вам здоровья. С праздником Великой Победы. Во всех поздравительных обращениях говорилось о том, что мы не должны забывать наших героев, гордиться их подвигом, дорожить их памятью и ради этой священной памяти не допустить проявлений фашизма в современном мире. И я от имени районного совета ветеранов и от себя лично поздравляю вас с этой знаменательной датой, с праздником Дня Победы. Особенно хочу поздравить участников ветеранов Великой Отечественной войны, которые заслужили своим радным подвигом право на справедливую и честную память. Сегодня пусть каждый из нас скажет им, мы помним, мы гордимся вами. Мы знаем, какова цена этой победы. Мы знаем, какая армия навалилась на нашу страну, пред этим положив под каток массу государств. Вплоть до Африки. И только, войдя на территорию Советского Союза, она встретила достойный отпор и была разгромлена. Участники торжественного митинга почтили минутой молчания память воинов, павших на фронтах и ушедших из жизни после войны. К обелиску памяти павших за родину были возложены гирлянды и цветы. Казалось, сегодня даже небо плачет о тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной. Почтить их память пришли сотни куэргазинцев.